зашли макдональдс и вот такого сервиса у нас нет в америке но я не видела у нас или очередь стоишь или подъезжаешь с улицы получаешь не выходя из машины но чтобы так зайти на таком дисплее все это заказывать я у нас там не видела так что здесь цивилизация макдональдс и толкотня народищу прямо ну очень много я все время задаюсь вопросом мне все время пишут что ненавидят все макдональдс и не едят но я постоянно вижу самые большие очереди это в него что в аэропортах что на улицах что вот в самих макдональдсах и причем на всей планете всегда очереди и поэтому всегда возникает вопрос как так все пишут что не едят а по факту очереди живая так это отель ридс один из самых дорогие да ну один из таких странная почему-то не никогда не слышала об этой сети все можно пришли почти в центр смотрите какие все модные ходят вообще у нас как-то здесь был даже мероприятие корпоратива а да мотоциклах много людей смотрите какие красивые круто тоже все из камня обалдеть очень красиво сколько всего в мире колька в мире всяких мест которые даже в одном месте ничего не видит ну да нет и посреди всю камень такое обалденный но тут то вы посмотрите что творится какая красота ниже живые да какая красота ну это круто это очень круто шикарно не хочу выключать не хочу выключать классно тут по ценам посмотреть вот 10 долларов все за 10 долларов и меньше можно купить какое-то блюдо ну вот понятно для иностранцев рай 20 долларов сыпь доволен красота такая обалдеть надо переношить и а это вообще что такое обалдеть какая красота ну вот там еда 10 долларов ну 10 долларов все чуть больше чуть меньше да вот там еда 10-12 долларов ну это ж смешно для иностранцев ну это ж смешно для иностранцев в таком красивом месте такой отель при отеле при таком вообще а конечно надо приезжать отдыхать да ой тут то вы посмотрите а конечно включили нет нет погода это все до от до 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 вот это до вот да а а Встречки не проехали, а я даже не поняла. Так, и здесь мы тоже культовым зданием идем. Это Госдума России. Вот она. Пройдемся мимо. Здесь сидят все наши законодатели, кто решает нашу судьбу. Крутая она, крутая. Да, Александр Спирсов. А это что за здание напротив-то? Отель тоже? А вот это знаменитый отель, да, это здесь Познер приехал, когда из Германии они приехали, они здесь жили там год, что-то. А, вот в этом отеле? Да. Я же читала. Самый такой, ну, в то время был самый известный. Да, 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 они тут, говорит, им хватало на житье вот в этом отеле. Ботец получал, что-то деньги неплохие. Неплохие. А-а-а... Я спросил, у него, что нужно на вас, чтобы у нас интервью взяли. Это не на английском? Попробуй вот сюда зайти, как в трампбилдинг. Да, сюда не зайдешь. Проверок. Да и страшно даже. Помнишь, там велосипеды стоят? Да, там же депутат на велосипеде ехал. Там же нельзя, вернее, там же очень скромно. Люди все переходят на наши машины. Ну да. Поддержат российского производителя. Как говорится, все честно делаем. В Дании же очень маленькая зарплата у чиновников. Где автоваз здесь, я не могу понять. Почему автоваз здесь? Сейчас мы его найдем. Модернизированный автоваз. На ладых Алини вы приезжали. А что семерка будет, понятно, да? Да. Санты, да? Машины такие крутые. Какие девушки красивые ходят. А температура, смотрите. Где? Ага. Вот плохо, что это. В велосипедных дорожках не очень много вещей. Тут люди, велосипеды, самокаты. Посмотрите, какие у нас красивые люди. Где? Где? Раньше это КГБ было. Вон, видите, здание уже такое. Рыжие это? Да. Ааа. А здесь большой театр, если кто-нибудь посмотрит. Пошлите, дойдем. Нет, посмотри-ка. Вот уже посромнее форты. Пошли. Сейчас. В Сан-Франциско сейчас сделали скутеры, вот такие. Сан-Франциско. Ты едешь, оставляешь посередине дороги. Другой подходит, с карточкой рассчитывается, и можешь стоять и опять ехать. Скутеры как самокаты? Электрические. И все, ты доезжаешь до места, опять оставляешь, следующий идет кто-то и берет его. И стали возмущаться, что наезжают, у людей нету, для них дорожки не специально. И сейчас этот вопрос решают, чтобы выделить им шлемы одеть, и чтобы они не ездили, где люди-то ходят. Потому что где на ногу наедут, знаешь, где напугают. Так опасная идея. Раз, особенно в горке, там в Сан-Франциско-то встал, он электрический вот такой вот. И все. Там 5 долларов заплатил, доехал, куда тебе надо. Каждый раз приезжаешь, и все так меняется. Ага. Так тоже все красиво. Это же здесь Волочкова-то танцевала? Да. Раньше. Я тут посмотрела, ее выступление, конечно, классное. Волочкова. Были или сейчас? Были, были. Когда она танцевала, вообще шикарно. Просто шикарно. А вот этот тоже очень дорогой, вот этот отель-то. Митрополь? Да. Да. Да, да, да. Ой, ну ты посмотри, как красиво солнце падает. Нет. Смотрите на телефоне, потому что она красива. Невероятно. Волочкова. Вообще классная. Ой, как красиво. Нет, ну это вообще обалдеть. Обалдеть. Волочкова. Супер. 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 покажу. Точнее, остановиться. Классно. Все занято. Посмотри, только народу. Шанель здесь. Модный сезон. В общем, я все поняла. Хорошее впечатление всегда остается. Если погода хорошая. Вот где бы я ни была, в какой-то стране, и там была плохая погода, все для меня эта страна запомнилась одной плохой погодой и моими перемерзшими руками, ногами. Ничего хорошего. Никаких впечатлений. А когда хорошая погода, то все прекрасно. И не грубят, когда тебе. Хамства нет. Никто не пристает. придет к тебе. Не оскорбляет. Это самое классное. Дальневосточный рыбный фестиваль. Дальневосточный рыбный фестиваль. Я в Инстаграм посмотрела вчера. Блогер одна говорила. Вот он здесь, видимо, проходит. Рыбкой пахнет. Рыбкой пахнет. Ух ты. Так, а тут что у нас? Какая-то дегустация. Чего сказать? 30 кд. Ааа, точно. Часто в крыс напиток? 1600. Ааа, не надо сырые, не это не пропикивать, да, по-моему? 30 долларов получается. 60 устриц и напиток. 30 долларов. И посмотрите, как красиво солнце падает. А это что такое? А что, купаться? Ааа, точно. Пока родители покупают и играют. Классно, да? А что тут прыгать? На, почему они прыгают? Вот ребятки. Что, что? Порт. Порт 5. Порт 5. В общем, мы в такое удачное время пришли. И как раз солнце на это все падает. И это просто такими красками играет. Таких я не видела. Я вам скажу честно. Это шикарно. Я как первый раз. Обалдеть, как красиво. Закат как раз. Как красиво в переходящей экономике. Я чуть-чуть покажу. Сколько крашеных вот таких бирюзовый цвет, розовый. Сейчас это модно молодежи. Потому что у нас даже Нелли просила на каникулы, чтобы покрасить ее в бирюзовый цвет волосы. Смотрите, сколько народу. Все отдыхают, наслаждаются прекрасными деньками. Вот такой прогресс, я считаю. Видите, людям можно сейчас сидеть на траве. Я помню, раньше нас выгоняли. Прям милиция здесь ездила. Говорила, уйдите с травы, уйдите с травы. Вон там набросали майор, без меня делились. Набросали сальского мусора. Да, я же раньше это, я помню, как ты не видел. И спрашивали, как близко. Ты можешь каких-то вид подозрительных. Конечно, останавливай. Да. У меня это все так засадили. А вот так подъявили, классно. В общем, прям мимо жалко проходить. Смотри, какая красота. Устали, конечно, мы. Изрядно. По-другой. Под Тверской мы же шли уже. Сейчас по другой пойдем. Это классно. Это торговый центр. Ага. Ну, я там была. Слушай, как здорово, да? Бесконечно можно смотреть. Молодой, да? Угу. Там такой же. Смотри, что грязь тебе прохладит. Да. Про пальто, да, Лена, у тебя спрашивали. Ты хотела про пальто рассказать. Да. Сейчас я его одену. Да. Ну, Лена оденет и расскажет про него. Здорово. Так. Вот видите, все. Чемпионат мира по футболу. Вот где Екатеринбург. Вот. Москва. Ростов-на-Дону, да? Волгоград вон. Волгоград вон. Угу. По многих городах это будет проходить, оказывается. Так, спрашивали про пальто Лены. Это моё любимое пальто. Когда они его получили, Лена его сразу же себе забрала. Во-первых, оно мягкое. Во-вторых, оно тёплое. В-третьих, оно не мнётся. В-четвёртых, оно двухстороннее. Можно на серую, можно на розовую сторону. А в-пятых, когда его сворачиваешь, это получается целая подушка. Что-то у нас и выспало сегодня вообще в самолёте. И, кстати, ещё когда мы ехали в Сургут, мы его использовали как одеяло. Ну, оно на самом деле, это флис. Вообще, да. Оно тёплое, лёгкое. Вот как кардиган. А ещё даже за счёт того, что оно двухстороннее, есть потайные карманы. Да. Например, чтобы сюда положить. Можно серым вот таким носить. И Люда, вот она такое же купила пальто. Из этого? Писорка синяя. Ой, зелёная. Очень красиво. И она тоже ему нарадоваться не может. Вроде бы казалось такое простое. Да. Но я успела. Пока никто не забронировал, я успела. Не, они просто пишут, спрашивают. Она с ним не расстанется. Ну, дайте мне ваше пальто. Вот пока вещь не поносишь, да? Ну да. И не узнаешь. Ну, это вот ещё флисовые вещи, всё-таки какие они тёплые. Вот кардиганы, да, с махером, также тёплые. Ну, и вот эти все гапуски тоже. Да, гапуски. Много вот таких вещей тёплых. Кто-нибудь здесь видит? Угу. Смотрите, в каких красивых нарядах упорщики. Новые. Яркие. Ничего себе, прикиньте. Ладно, никому не на голову. Вон, чё, отвалился. Дааа, хорошо, что никому не попало. По голове обалдеть. Шок. Это вообще, это итальянский ресторан. И тут бомбическая паста. Смотрите, какие эти столики. Нет, ну я такого не видела в Москве ещё. Как всё меняется. Это классно. Ааа, смотри, забит до отказа. Да, это вот это. Здесь всегда попасть. Очень вкусно. Очень вкусно. Да ты что? Он очень вкусный. Очень здесь. Ничего себе. Ммм. Здорово. Смотрите, как классно. Тут, может, резервировать надо. Ммм. Здорово. Да. Классно. Так это, почему такой народ осталось. Столько у них церквей. Да? Да. Что осталось? Столько? Ну, много церквей, говорит. Смотрите, какая церковь. Да, да. Маленькая. В Москву, я говорю, вся в церквях. То есть он не понимал, почему это так. Ааа. Какая прелесть. Сейчас, вот дорожки для велосипедов так хорошо сделали. для велосипедиста все предусмотрено сейчас классно да ты что смотрите куда мы пришли и тортас главный вещатель информации вот она где такое интересное какое-то жутковато так подскажем да 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 поздно доработал сообщает идем уже мы завершаем без ног без сил это гостиница украина шикарная и какая она ажурная это может просто кто забыл как она выглядит я покажу вообще обалдеть неужели она вся заполнена сколько тут номера интересно стоят нет ну это нечто конечно красивенький но так здорово так вот только что заняли рад садишься покачался баррикадная ой а это такая красота стация улица 1905 года this is улица 1905 года и что тебе объявит что-ли он объявит что-ли так вот стоять так удобно и макдональдси такие же тоже не видела не признать или кто а подписчики напишут Субтитры сделал DimaTorzok